Подошла к концу экспедиция волонтеров «Зеленая Арктика» в селе Сиеха Ямальского района. За две недели добровольцам удалось значительно очистить береговую линию поселка, а также провести социологические исследования среди местного населения. Тонны металлолома, горы очищенного мусора, а также положительные эмоции стали итогом деятельности волонтеров, прилетевших в арктический поселок со всей страны. Более подробно о том, как проходила экспедиция и о работе волонтеров, смотрите в следующем сюжете. Подобная экспедиция для добровольцев «Зеленой Арктики» организовывается впервые. Как правило, предыдущие выезды добровольцев проводились далеко от социума. Но в этот раз все вышло по-другому, поэтому и задачи стояли перед группой новые. На самом деле работы сделано очень много. Напомню, что наша экспедиция делилась на две части. Это непосредственно уборка береговой линии села Сиеха. И второй блок – это экосоциологические исследования. В целом ребята изучали и карту местности, и проблематику поселка, и вели интервью. В состав экспедиции вошло 50 человек. На помощь эмальским активистам приехали волонтеры из других регионов нашей страны, пройдя предварительную теоретическую подготовку. Желающих было немало, ведь данная экспедиция стала настоящей экотуристической поездкой. И природе помочь, и полюбоваться уникальными северными красотами, изучить обычаи и традиции коренных народов Севера. Я приняла участие в экосоциологической экспедиции «Полярная земля», потому что я живу на планете и считаю ее своим домом. И вот мусор, который лежит здесь, это мусор, который лежит в моем доме, и мне хотелось его очистить. Я принимаю участие в экологической экспедиции «Полярная земля», потому что я неравнодушен к экологии и хотел побывать в Арктике. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. С таким девизом волонтеры разделились на два лагеря. Одна из групп отправилась чистить берет сиехи. Работы хватило с лихвой. Одних волонтерских рук было мало. Пришлось задействовать и тяжелую технику. Очень много было деталей с техникой связанных. Это и линзорезы, это и кран, и манипулятор, и самосвалы. Все эти моменты, все эти детали, все эти коммуникации. Полные мусоромашины вывозились после очищенных волонтерами участков. Не только тонны железа, которые ребятам удалось вытащить и распилить, но и отходы иного характера. От памперсов до старого телевизора, который пополнил мусорную коллекцию волонтеров. Что удивило? Во-первых, то, что мы убирали именно мусор, который свалили на берега. То есть, это были какие-то стулья, лавки. Тут, я так понимаю, при обрушении берега обрушались и дома. То есть, вот очень много было строительного мусора, но все зависит от места, в котором ты убираешь, потому что есть места, где только строительный мусор, а есть места, где именно свалка бытового мусора. Пока одни участники экоэкспедиции засучив рукава убирали мусор, другие занимались не менее полезным делом. Проводили социологические исследования среди местного населения. Знакомство с местными жителями и приобщение их к совместным аспектам эко-культуры тоже немаловажный шаг к преображению Сиехи. Да и сиехинцы, глядя на заразительный пример волонтеров, активно включались в работу. Встречали все по-разному, но всегда, вернее, после всех этих встреч, меня грело душу, что люди вместе с нами приходили и продолжали убираться. Либо пекли пирожки, либо еще что-то. Ну, то есть, было прям очень интересно наблюдать за этими изменениями в моменте. 21 августа волонтеры «Зеленой Арктики» прилетели в Ярсале. Здесь для ребят провели знакомительную экскурсию по поселку. Показали современный спортивный комплекс Арктика. Завезли на местный пункт по сортировке и утилизации твердых бытовых отходов. А также показали проект уютного Ямала «Айспарк» – практичную красочную экологичную площадку в нашем селе. Каждый год прилегающая к нему территория собирается и разбирается заново, перемещаясь на новое место. А также побывали над настойбища «Лимбия», где гостей встретили традиционными обрядами. Совершенно другие, чем мне ожидают стихи. Просто все великолепно, чисто, красиво. Буду приехал современный мегаполис. Очень порадовало. Прямо все представления севера меняют. Что больше всего впечатлило? Чистота улиц и гостеприимства. После небольшой экскурсии волонтеры направились в Центр национальных культур, где показали презентацию о проделанной работе. Прежде всего, это промежуточные итоги социологического исследования, которое проводилось среди местного населения, и практическая часть экспедиции. Результаты уборки в поселке. Нами была очищена береговая линия села Сейха. Это 3 гектара, если площадь посчитать. Было вывезено 65 тонн металла. Это различный металл. И было собрано где-то 144 кубометра различного мусора. Это было запаковано в мешки, складировано, потом собрано в самосвалы и вывезено уже на свалку, где это все будет храниться для дальнейшего вывоза. В течение двух недель волонтерам удалось проделать немалый объем работы. Несмотря на то, что добровольцы выходные сворачивают экспедицию, работа не прекращается. Согласно планам организаторов, социологическое исследование продолжится. Не исключено, что на следующий год экологи встретятся в экспедиции «Полярная земля 2.0». Подробнее о работе экологонтеров мы расскажем на следующей неделе в программе «Ямальская параллель». Евгений Алабушев, Равиль Сафарбеков, «Ямальское телевидение», СИИХА.